Здравствуйте, дорогие! Памыши, привет! Ляечка, Памыши, привет всем! Привет, привет! Всем привет, дорогие! Сегодня мы хотим вместе с Ляечкой вместе сделать такое вот видео видеоотчет о 8 месяцах. Сейчас уже пошел 9 месяц. Празднования мы не снимали, поэтому давайте я расскажу вам о особенностях, которые происходили в основном и то, что уже начало сейчас проявляться. Что касается веса, сейчас Ляля весит 8700, что нормально как раз по ее возрасту и как раз по ее росту. Рост 67 сантиметров. Самые большие наши достижения это то, что Ляля начала рисовать, начала писать. Прям берет ручку и прям пишет как нужно. по листочку то есть ручка нигде больше как бы не рисует просто берет ручку берет листик и рисует. Также я уже даю цветные карандаши и она уже рисует цветными карандашами. И сейчас мы начали уже рисовать вместе цветными карандашами то есть я рисую она мне помогает разными цветами все буховки и циферки тоже все рисую показываю ей из приятности это то, что так у нас сложилось, что в последнее время она кушает немножечко от меня всего мы даем ей то, что кушаем сами конечно же в меру разумного если это кашка какая-то то даем или супчики то себе отдельно больше досталиваем вот и в принципе делаем без масла оливковые тоже в принципе не даем хотели давать курицу но в принципе магазинное это наверное немного рискованно поэтому сейчас спрашиваем где бы купить курицу нормальную где можно купить кролика то есть все такое и так что в принципе о питании сейчас я вам покажу что так что о питании сейчас я вам покажу что мы купили и чем мы питаемся сейчас в качестве прикорма хотя прикорм у нас тоже особо не идет и в принципе и так и сказать так чтобы я заменяла какое-то питание именно прикормом такого у нас нет главным ингредиентом для питания является молочко да доченька она говорит ей это есты хочет есть и так она выражает свои желания кстати еще мы нашли свою любимую игрушку пошли мы в поликлинику измеряться взвешиваться и там вот был такого типа паровозик и она так на него запала начала крутить колеса и оказалось что эта штуковина нам очень понравилась и какое-то время и сейчас как вы видите ее это интересует эти колески крутятся любимая игрушка появилась также если я что-то делаю на кухне я даю ей баночку лопатки деревянные терку там что-то такое и она по ним стучит и звуки разные издаются еще в банку пробует и так что-то говорить смешное получается конечно также под музыку мы не просто пошатываемся она действительно танцует даже по утрам когда мы просыпаемся бесимся шутим я ее специально напеваю какие-то вот ритмы и она вот так вот танцует вот так вот также по-прежнему Ляля спит с нами ложимся мы примерно в 2 часа ночи и просыпаемся примерно в 7 Ляля писает на горшочек и затем уже и затем уже немножечко еще досыпаем потом затем опять Лялячка просыпается писает на горшочек практически вот все время она писает на горшочек памперсы в дом памперсы дома мы вообще не надеваем приучиваем то есть в принципе в это время конечно же ясное дело что нужно много штанишек на всякий случай с этим у нас конечно все нормально одежки хватает так что в принципе нужно приучивать ребеночка давай с ним кабешончик да чтобы смотрелось нормально как мальчишка прям только что только костюм розовый получается и машинка костюм спортивный как мальчика но слава богу что девочка да Лялячка вот и самое классное ее качество она проявила она начала делиться я сказала о питании но не сказала о том что постоянно она нас немножечко кормилась немножко пила и вот теперь у нее проявляет да да и теперь у нее проявляется такое качество как делиться она вот себе берет ложку она ложкой кушает сама берет себе ложечку и дает мне ложечкой кушать также печенька грызет дает папе или дает мне да дает игрушку если попросить то есть вообще делится хорошая девочка да правда главное чтобы показать пример что мы с ней делимся и она теперь с нами тоже делится вот такой вот ребенок чудный да ты чудный ребенок такая маленькая иногда бывает так что минуты 3-2 стоит самостоятельно держит равновесие вот и в принципе это очень круто сейчас я не буду ее опускать чтобы она не упала вот какая машинка у тебя классная покажи какая у тебя машинка доченька покажи дай маме машинку спасибо мае солнышко спасибо держи держи дай маме машинку дай вот спасибо моя маленькая хорошая девочка ой и еще держи еще у нас появился вот такой вот белый ведьмежонок он тоже у нас любимый мы уже немного его застирали но это просто везде он с нами вместе вот она им играет и любит грызть ему нос у него такой пластиковый пластмассовый носик и его она грызет что еще касается одежды то в принципе помимо штанишек и колготок очень нужно обращать внимание на кофточки потому что кофточки вот такие вот такого типа она ими только там пользуется когда гуляем или когда она бегает по комнате передвигается самостоятельно то тогда да но если спать эти кофточки с воротником то шейка начинает потеть и в принципе начинается раздражение и проблем поэтому 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 кофточки с воротником мы не советуем вот получилось такое видео все вместе все сразу я не готовилась я записывала но так чтобы если вам не будет интересно нам когда-то будет интересно через какое-то время посмотреть и что касается игрушек возвращаемся к этой теме вот пришла нам посылочка в таком вот конвертике посылочка с игрушками это игрушечки на пальчик одеваются вот такой вот собачка я вставлю вам сейчас фотку общую общую фотку этих игрушек потом зайчик вот такой вот лисичка ежик держи ежика ляльчик смотри какой красивый это пальчиковые игрушки для домашнего театра чтобы вместе всем играть вот такой еще мишечка очень красивый здесь лапки такие хвостики очень замечательно кстати знаете я заказывала эти животные я заказывала по картинке но очень хорошо что эти животные отличаются от тех что на картинке потому что в принципе очень вообще классно большой плюс то что вот например спинка у ежика с жесткого фетра а животик с мягкого фетра вот мишка полностью с мягкого вот так становись давай поиграем давай поиграем твоя мама оденет лисичку здравствуй здравствуй ляля как твои белички тебя все наносило ты такая маленькая и умница такая маленькая лисичка такая нежная девочка такая нежная а какой маленький сосенок маленький такой а собачка это волк серенький ой где он где език что это език делает ой визит визит вот вот так вот не очень ведь чем больше ребенок становится тем меньше ты можешь его удержать вот рядом я вот его держу она уползает бежит да покажи покажи что ты держишь ой грызет уже лисенка ну ладно садись садись лячка играй садись играй что касается зубок то у нас вылез уже один верхний зубик второй следующий уже на подходе да то что стоит сказала а еще мы в принципе уже рисуем пальчиком красками пазлы тоже пробовали складывать но с пазлами пока не очень у меня мелкие может быть побольше купим немного потом так что в принципе настроения уляли нет сейчас показать вам как она играет но я вам скажу очень мы довольны этими игрушечками с фетром можем теперь всей семьей играть такие вот ролевые игры кто 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 с кем дружит вот что как там происходит вот ляля уже играет тарелочкой давайте я вам покажу посуду и покажу вам то что мы употребляем сейчас прикор вот покажи какая у тебя тарелочка ляля мишка ляля мишка ляля мишка ку-ку ку-ку ты где ку-ку 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 я не могу вот видите ляляля показывает вам тарелочку как видите тарелочка прозрачная я не знаю я совсем как видите тарелочка прозрачная я ей не совсем довольна но не знаю к моему удивлению мы не нашли таких вот других такого типа что на несколько отделений максимум нашли на два то есть в принципе и то она как видите прозрачная но здесь есть что-то такое интересное вот такое вот мишечка то есть в принципе можно так кушать но как я посмотрела тарелочки по 100 гривен глубокие какие-то как для супа ну я не знаю в принципе я не знаю мы не едим особо с тарелок мы все пьем или выворачиваем то есть нам глубокий тарелок незачем но эту тарелочку я купила для того чтобы ставить отдельно мяско отдельно вот овощи отдельно вот кашку в принципе сейчас я вам вставлю фотку как это выглядит когда мы кушаем единственный прикорм который в принципе мы съели это вот такая вот кашка кашка гречневая она у нас вообще закончилась это наверное единственное что у нас за несколько месяцев закончилось что мы съели что мы более-менее более как едим вот покажу наши ложечки и опять да и не все сразу опять все с темы в тему то есть из нас две такие вот ложечки одна такая силиконовая краешек силиконовый и другая вот такая более пластиковая но она тоже в меру глубокая ложечка хотя Ляля уже берет взрослую вилку кушает с вилки моей там ну то есть не с той которую я кушала а с другой ну взрослой короче вилки и в принципе кстати нельзя давать ребенку со своего рта не пережеванной не дай бог и вообще не облизанной ничего то есть нужно все что было гигиенично думаю вы знаете дальше я вам покажу в принципе что мы еще купили с питания в прошлый раз мы купили малыши молочная сухая смесь быстрого приготовления 350 грамм вот здесь из трех месяцев она идет как смесь реально как смесь для деда которые не едят грудного молока она так чувствуется что молоко там есть сухое и сладкое то есть в принципе и это Ляле вообще не нравится сколько делали все ну то есть вообще ложка максимум дальше в прежний раз я вам показывала вот такую вот кукурузную тоже иногда тоже редко с бананчиком ну не знаю тоже как видите половина и то половина просто наверное большая часть выброшена затем в этот раз мы ходили опять покупать вот когда искали тарелочку то смотрели в принципе в пузе в этом вот магазине вот такую вот кашу здесь тоже вот такая типа типа вот такой вот как палочки кукурузные типа такого здесь идет 7 злаков каша но эта каша тем более Ляле не нравится не знаю это не то вообще она это не любит давали сок морковный давали морковный яблочный мне нравится яблоко тоже грызет поиграла и все морковь тоже немножко погрызла и все то есть в принципе брокколи еще пробовали давать с мясом куриным и с гречневой кашей тоже немного всего попробовала но как я уже сказала основным питанием для нас является грудное мультики по прежнему смотрят Тинни Лав и Маша Медведь из-за смены из-за того что герои быстренько перемещаются смешно вот затем говорит Кар Ея Титя Ляля Дядя Тата Папа Мама Мама иногда так редко но говорит уже что мы еще давали это картофельное пюре давали немного борщ давали суп в принципе гречку давали даже уже свою такую не перемолотую чай вода мятный чай кстати затем что еще печенек как я уже сказала вот сон как я уже вам сказала с двух ночи до час до 12 до 11 как когда иногда до 9 в последнее время мы что-то стали поменьше спать игры мы играем вот с книг игры это вот как у нас уже сейчас как я вам сказала фаворит это рисование также там ку-ку когда убираемся играем и пазлы пробовали рисуем красками акварелью вот теперь пальчиковый театр так же просто говорим игрушками играем потом конструктор что еще в принципе сегодня с утра она прослушала целую сказку красная шапочка хотя раньше усидеть она не могла не выслушивала и это было ей неинтересно сейчас уже смотрит слушает лежит смотрит говорит что-то вот так вот также пытается залезть на подоконник с кровати на подоконник я слышала что дети такое вот делают но у нас уже начало тоже проявляться такое желание попасть в окно на подоконник окно поближе кстати что до того что девочки говорят что макарон дают крупы у нас это не идет у нас все в роте оказывается поэтому в принципе это немного небезопасно и даже если я слежу и прям с ней это сижу и делаю играю показываю как играть она все равно тащит это в рот поэтому не вижу смысла также Ляля сейчас в это время любит купаться по утрам по вечерам иногда даже в обед просто если замазались просто купаемся и это нам в принципе нравится если если хочет писать находится на диване ползет к краю дивана если на полу то бежит к горшку ползет и начинает разбирать горшок или немного его там задевать и я тогда бегу снимаю штанишки сажу и все у нас как раз вовремя и сразу после сна утречком когда просыпается сажу и все нормально писать на горшочек поэтому нет надо беседливать памперс еще умелок это то что когда зовешь она приходит если просишь дать то что у нее в руке дает вот и иногда утром бывает целует мне я вот еще не проснулась она подползает так ко мне так тьмокает меня как умеет это очень очень приятно и когда уже за ручку пробую водить то она уже немного проходит несколько там кругов и уже хочет сесть лениться немного бывает боится но иногда так когда не контролирует себя так встает стоит себе нормально а когда уже начинает осматриваться что это вокруг ничего вот начинает уже садиться наверное все что я могу сейчас сказать сейчас не могу собраться с мыслями ляля убегает от меня вот и не знаю может что-то упустила если что-то упустила допишу или расскажу уже в следующем месяце потому что более подробно как-то уже потом сразу все не вспомнишь не всегда все запишешь так что в принципе на сегодня все спасибо что смотрели и если вам это не очень было интересно не очень полезно то во всяком случае когда-то мы это посмотрим да доченька и будем просто удивляться смеяться потому что я очень жалею что не записывала в первые месяцы жизни такие вот видеоотчеты потому что вот я практически не помню какой она была смотрю фотки удивляюсь я уже не верю она такая взрослая такая умная все понимает все знает то есть в принципе не знаю на все у нее есть свой ответ и я не могу представить что когда-то она просто хотя я не скажу что она когда-то была такой что прям ничего не смыслила все равно когда я говорила когда я что-то пела или когда музыка играла она как-то реагировала то есть у нас такого не было что просто лежит смотрит я не могу понять нормально ли с детьми когда они себя так ведут ну у кого-то дети которые просто смотрят в потолок и все но у нас такого даже не было так что в принципе я такого и не вспомню да? не было такого у нас? показись как ты глязешь ласочка не было такого всегда была умница да? умница была и красавица да зубик верхний второй вылазит поэтому у нас вот такие немножечко зуд чешется но